Продолжение следует... Стоит ли верить в Бога? Как вы считаете? Стоит ли верить в Бога? Этот вопрос каждый решает для себя сам, потому что одному человеку требуется поддержка сверху, другому человеку не нужно, он достаточно твердо стоит на своих двоих. К тому же это зависит от периода жизни, в которой в разные периоды происходят разные вещи. До чего-то надо дожить, до каких-то вопросов, а потом еще дольше доживать до ответов. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос в принципе быть не может. Но по вашему мнению, в вашем восприятии, как бы Бог – это некая иллюзия и коллективная, или это всякая некая реальность непознанная? С моей точки зрения это иллюзия, потому что всегда хочется надеяться на твердое плечо, на широкую спину, на то, что кто-то позаботится и оградит. Но ведь это спасает в ряде случаев человека. Я с тобой и начала, что для разных людей по-разному. Никто не хочет сам принимать решения, никто не хочет отвечать за свои поступки. Гораздо удобнее эту ответственность свалить на кого-то другого, сказав, что без воли Господа волос в головы не упадет, как написано. Поэтому я не виновата. Это вот воля Божия. Я, конечно, стараюсь изо всех сил, но ведь он как-то хочет, так и будет. Поэтому нет ответа на этот вопрос. Если бы он был, все бы или верили, или все бы не верили. Ну тогда верить не надо. Если он есть, то верить не надо. Он просто есть, мы знаем, что он есть. Не требуется веры. Вера – это совсем другое. Вера, безусловно, вера ему не нужна. Вера бывает нужна только нам. То есть если Бог создал человек, если исходить из этого, то он поставил задачу, он эту задачу выполнил, и больше ему до нас нет никакого дела. А вот нам, если требуется поддержка, если нам нужны какие-то вешки в жизни, какие-то ориентиры, то понятие «обогие» очень может помочь для человека, который сам не в состоянии себе эти ориентиры выставить. Другое дело, что эти ориентиры никогда никому не помогали, по большому счету, потому что самые страшные вещи, самые страшные войны, убийства и человека-ненавистничества в таком наглядном виде, оно происходило ведь на религиозной почве. Казалось бы, все верующие, все кричат «Не убей!» Проповедь любви, и от большой любви к Богу идут, и ближних уничтожают просто. Поэтому невозможно ответить на этот вопрос. Спасибо большое. Тема, на которую нас пригласили обсудить, «Нужно ли верить в Бога?» Вот вы верите в Бога? Да. А что это такое для вас? Иллюзия коллективная или что-то непознаваемое? Что это? Вы знаете, я об этом не думаю абсолютно. Просто ты веришь в Него или не веришь? А Его существование от этого не зависит. А почему вы считаете, что нужно верить в Бога? Я не считаю, что нужно. Я считаю, что каждый человек волен это делать. Ну вот, Мелехов придерживается концепции, что это все коллективные иллюзии, которые мы создаем для того, чтобы можно было более или менее выживать в этом жестоком мире. А как вы считаете? Ну, мне очень интересна точка зрения Мелехова, его изощренный такой ум. Вот мне очень интересно услышать сегодня, что он будет об этом говорить, поэтому я и пришел. Эта тема мне интересна. А скажите, пожалуйста, вообще вот как вы относитесь к такому феномену, как вера, собственно? Ну, знать о Боге мы ничего не можем, мы можем так и верить. Как вам кажется, вот что такое вера вообще? Ну, здесь я, пожалуйста... Как состояние, как вы... Состояние, ну, скорее всего, это состояние, просто у человека одного есть, это состояние, у другого нет. Ну, это как любовь, например. Один человек может любить, другой этого не может. Но никто не может объяснить, что это такое. Приходит внезапно и может так же внезапно уйти. Собственно говоря, это, я думаю, так близко к этому. Спасибо. Настоящий проповедник должен, конечно, слушать и в пустом храме. Это мы подходим к нашей теме. Сейчас мы все уйдем, давай. Да. Но я же не проповедник, и человек неверующий. Хорошо. И не просто неверующий. Мне, ну, не казалась тема религии особенно интересной. Вот так скажем. Ну, когда-то я стараюсь стать культурным человеком, что мне не удалось. Читал Евангелие, там, Библию, Толстого даже, Бердяева всяких. Ну, вроде как культурный человек. У культурного человека много есть неприятных обязанностей. Бриться, умываться. Ну, и надо, значит, знать в том числе и каких-то философов религиозных. Быть в курсе. Зачем, неизвестно. Ну, вот, когда в молодости я боготворил Льва Толстого, то мне страшно были интересны его, в том числе, размышления о религии. Но, ну, у Толстого все интересно. Именно потому, что там у Глыба, за все он берется, как впивается такой своей львиной челюстью, и начинает все трепать. Это просто увлекательно. Ну, как цирк, как бой быков, наверное. Ну, мощь. И много раз я перечитывал его главу, по-моему, восьмую, Ванне Карениной, где Левин размышляет о смысле жизни и видит, что этой смысла найти без Бога невозможно. А поскольку я сам видел, что жизнь смысла не имеет, это совершенно ясно, если она заканчивается смертью, если добро не имеет никаких преимуществ перед злом, даже зло, скорее, имеет преимущество, что все помрем. И вот когда я читал исповедь Толстого, без малого, в 30 лет, он на меня производил впечатление, ну, не просто, конечно, о громадной мощи, но там это еще чистая правда. Да, вот он, вот пишу я, как он говорит, что ну, буду я знаменитей Шекспира, Гомера, и что? Умру, и меня так же похоронят и съедят черви, ну, как самого последнего бродягу. Какой же в этом может быть смысл? Жить невозможно, если не знаешь, зачем это делается. Жить можно только, покуда пьян жизнью. Ну, а пьяной жизнью мы бываем или только в отдельные какие-то счастливые минуты, или в каком-то очень раннем детстве. Просто, когда мы глупые, еще ничего не знаем и не ждем. Не ждем ничего плохого. Собственно, вот так только и можно жить. И вот Толстого читаю эту исповедь, что жить невозможно, не имея Бога. Если не знаешь, зачем это жить невозможно. И я читаю и вижу, что это чистая правда. Я сам так думаю. И даже сомневаться здесь не в чем. Он говорит, дважды два – четыре, а там трижды четыре – двенадцать. Вместе с тем, как он постепенно начинает выруливать. Вместе с тем, рядом со мной были люди, тысячи, миллионы людей, которые не считали так, которые жили жизнью гораздо более тяжелой, чем я. И тем не менее они видели, что жизнь их наполнена смыслом. Они были относительно счастливыми людьми. Они видели в своей жизни какой-то смысл. Кто это был? И вот дальше все время мы видим еще до этого, к чему Толстой постоянно обращается. Вот у кого он, если угодно, учится. Кого он считает образцом. То это горца. Какой-то Хаджимурат. Но это уже на склоне лет он пишет. Что он как растение, как татарник. Вот борется, несмотря ни на что. Зачем, неизвестно. Это так он устроит. Будет бороться. Мужики простые. Какие-то казаки. И везде-то у него есть какой-то органический мир, в котором все счастливы. Но, по крайней мере, они не видят, не возмущены этим миром. И есть какой-то одиночка, интеллектуал, который попадает в этот мир, завидует им, а потом этим миром отвергается. Непременно так. Интеллектуалы обречены. И вот в исповеди, когда он, после того, как он говорит, что жить невозможно, и ля-ля-ля, все это чистая правда, он заканчивает, что, а ведь человек на самом деле животное, такое же животное, как коза, заяц, если коза или заяц живут своей заячьей или козьей жизнью, ну что это значит? Они плодятся, кормят детей, добывают пищу, и они счастливы. И человек тоже рожден как коза или заяц, он тоже должен вести свою естественную жизнь, добывать пищу, защищать свою жизнь. Но только назначение человека добывать жизнь для всех. Почему? Неизвестно. Ну, то есть, вот он доказывает совершенно убедительно, что человек такая же коза или заяц, и после этого говорит, что поскольку человек животное, то он должен жертвовать жизнью для других. Должен воздерживаться, то есть делать то, чего ни коза, ни заяц, ни тигр не делают. Почему? Как-то как будто бы и вопросами. Ну, в чем те люди, которые живут рядом с ним, вот эти простые мужики, находят в себе силу жить, не сомневаться в том, что жизнь все-таки в каком-то конечном счете правильная, это учение Христа. И вот это учением Христа он постоянно занимался, проповедовал, говорил, что выше ничего не придумано, это жить в любви, ограничивать себя, отказываться от блуда, от насилия, от лжи, ну, в общем, не делать ничего плохого. Как это уживаются с тем, что человек животное, и в то же время человек должен принять учение Христа, ну, это трудно понять, не для среднего ума. Мне не удалось. Привет. И вот Толстой, когда с одной стороны, христианское учение – это высшее, что выработано человечество. Если человечество примет Христовое учение, оно станет счастливым, и все станет замечательно. С другой стороны, церковь, которая проповедует Христовое учение, это очень плохой институт, она нарушает все Христовые заветы, она накапливает сокровища на земле, она одобряет насилие, по крайней мере, на войне, она не протестует против тюрем, не протестует против казни, то есть там, где велено прощать, жертвовать, она ничего этого не делает. Значит, церковь плоха. Церковь исказила вот это великое учение. Он, поскольку должен сам докопаться до первоисточников, он изучает греческий язык, читает Гомера в подлиннике, разумеется, говорит, что переводчики все переврали, поскольку он лучше, вот эти все профессора, которые всю жизнь мусолят этот греческий язык, они не знают, а он вот там две недели позанимался, он знает, вот какой настоящий язык, и переводит Евангелие на русский язык. Вот настоящий Евангелие от Толстого, что он там пишет, какое оно получилось. Вот все, что нам кажется самым красивым, какие-то загадочные выражения, какие-то смоковницы, которых мы не очень там видели, какие-то города с таинственными названиями, Капернаум, там, Бог его знает, как-то все это, этого ничего нет. Чудес там нету. Чудес нет. А он пишет, ну, примерно таким языком. Вот шли мужики, зашли в село, вышли навстречу бабы, и говорят, там, кушать хотите, там, ну, давайте вот, ну, садитесь, там есть чего-то, там сварим вам. Он его омужичил, он ее, он все время боролся с выспренностью всюду, с романтизмом, с остатками его, и вот здесь тоже взялся, и все опростил. Значит, чудес не надо, потому что они лишние, они мешают только. Потому что это нравственное учение. А зачем там какую-то воду в вино превращают, оживляют мертвых, возвращают зрение, все это лишнее. Он это убрал. И еще в предисловии написал, что когда он изучал вот это христово учение, вот вообще с христианством познакомился, у него было такое чувство, что ему дали мешок вонючей грязи, в котором встречаются необыкновенно ценные жемчужи. Это так он о церковном учении, с такой, значит, христианской любовью и кротостью отозвался. Вот мешок вонючей грязи. Ну вот теперь его дело, он выберет оттуда жемчужины, а жемчужины – это как раз нравственное учение, что человек состоит из духа и плоти. Вот плот все время требует там жратвы, каких-то блуда, она вот все время тянет к какому-то животному, хотя он только что вроде бы говорил, что животным не так уж плохо быть. Это естественно. Ну, в общем, поскольку он гений, не нам, так сказать, этим штафиркам судей этих генералов, но все это, поскольку это силой Толстовской выражено, то когда это все читаешь, оно зачаровывает. Именно силой вот этой убежденности, образности, бесстрашия. Ну, мы не можем противиться обаянию силы. Ну, я во всяком случае. И пока читаешь, ты-то как-то так немножко одуреваешь, ничего этого не замечаешь. Но потом, когда схлынет вот это, ребят, начинаешь к логике возвращаться, то видишь, там мало что оттуда можно извлечь. Ну, вот то самое, что в христианстве чудеса только мешают нравственному учению. А вот скажите на милость, кому-то вообще хочется нравственного учения или хочется помощи. Вот если бы мы хотели, чтобы был Бог, мы хотели бы, чтобы Он нам помогал в трудную минуту, протягивал нам руку, чтобы людей, которых мы потеряли, Он вернул нам хотя бы в каком-то другом мире. Или нам нужно, чтобы Он нас учил морали. Людям нужна, разумеется, помощь, а не мораль. Морали и так девать некуда. Именно чудеса-то и составляют ценность религии. Без чудес их даром, конечно, она даром никому не нужна. Все это набор, во-первых, банальностей. Тысяча раз это уже говорено, что надо быть добрым, надо быть честным. И зачем? Каждый нормальный человек спросит, зачем я должен быть добрым и честным? Что мне за это будет? Когда говорят, царствие небесное, это очень убедительно, если ты поверишь. Безусловно, можно пожертвовать всей этой мелочевкой за вечную жизнь и прочее. Но если тебе ничего не будет, ты должен всем жертвовать, всем уступать, прощать. И он когда уже сам с собой, он в дневнике размышляет, что нужно раздать имущество. Сказано раздать имущество, значит, надо раздать. Вот я должен раздать имущество. Я живу все-таки в доме, в ясная поляна, не ах ты какой дворец, но все-таки в сравнении с мужицкой хижиной, ничего. Я должен пустить этот отдать. Все. Ну, переселиться в сторожку, например. Ну, в сторожку придет еще кто-то нищий, у которого уже и сторожки нет. Я его тоже должен пустить. Ну, вот я сплю на соломе, а у него и соломы нет. Я должен солому ему отдать. А если он был лентифом, что я должен делать? Разумеется, я должен его впустить. Там Евангелие никаких оговорок не делает, что имущество раздавать можно, ну, до определенных пределов. Ну, жертвовать собой можно, ну, с умом. Никаких там оговорок нет. Значит, если все выполнять, то это путь к смерти. Он так и пишет, да, христианство это путь к смерти, надо идти, ну, что называется, мужественно, гордо подняв голову. Ну, скажите, пожалуйста, многих ли охотников можно вот с таким учением за собой повлечь, увлечь, и пик смерти, все раздать, и потом умереть, отдать последнюю солому кифозному больному, и самому заразиться, и умереть. Очень ли это соблазнительно? Не очень. Ясно, что оно и не может, в общем, никого завлечь. Оно и никого и не завлекало. Ну, кроме каких-то, ну, чудаков, скажем так, вот, толстовцев. Это, для молодого человека все это, конечно, очень как-то заманчиво. Оно, ну, как всякое самопожертвование, как всякая героика, она влечет, но мир не может по этому пути идти. Ну, тем хуже для мира, можно ответить. В общем, какой-то был у меня период, я этим увлекался. Ну, не настолько увлекался, чтобы прямо отдать последнюю сторожку и солому. Ну, как интеллектуальная, скажем, конструкция или как политический образ. Как политический образ это, конечно, заманило. Но когда я читал я Евангелие, оно тоже меня просто так трогало, почти что до слез. Вот это что. Ну, там язык как раз, ну, то, что Толстой изгнал. Вот, чтобы... Он изгнал красоту, вот этот соблазн. Потому что это не суть отражает дело, а вот это соблазняет красотой, которая греховна сама по своей природе, ясное дело. В общем, это, безусловно, огромной поэзией напомнено. Образов, которые в нашу культуру вошли, ну, без которых мы уже и... Ну, бревно в чужом глазу, там, видите, смоковница. Ну, просто не перечислить, как все это вошло в нашу культуру. Необыкновенно трогательно. Был я, как он, в темнице, вы не посетили меня. Это все еще ритмически. Это поэзия огромной силы. И как поэзия, конечно, она меня чаровала и сейчас чарует. Но потом как-то, когда вот это схлынуло, мое увлечение толстым совсем вместе, ну, я и перестал думать вообще на эту тему. Ну, есть религия, ну, есть, всегда были религии. Но если, допустим, верить я должен в Иисуса, то почему бы не верить в Илью Муромца? Ну, то есть у всех народов есть какие-то герои, есть какие-то предания. Или надо всем верить тогда или никому. Чем вот это лучше одно другого? Давайте. Заходите. И думать я об этом, оно перестало мне казаться, скажем так, интересно. Ну, повторяю, ну, это есть я, смотрел на это, ну, как часть культуры, как часть преданий. Ну, у всех народов были мифологии, верили в Зевсов когда-то, в Афин. Ну, потом стали где-то в Ахурамазду верить. Ну, теперь, ну, теперь вот такая. Ну, теперь все боги умирают. Не боги, но культуры все умирают постепенно. Ну, вот эта часть уже исчезнувшей культуры. Ну, она, конечно, обладает поэзией, ну, как любая. Любая исчезнувшая, ну, как греческая мифология, как и персидская, как и индийская Махабхарата. Конечно, это бездна, там, фантазии. И все это замечательно, как произведение искусства. Ну, так, непонятно, чем одно лучше другого. Ну, уже в каком-то довольно зрелом возрасте, если считать, что сейчас у меня возраст сделай, я познакомился с померанцем Григорием Соломоновичем, ну, он как-то, ну, неважно, мы, можно сказать, дружили с ним, он меня старше намного был, он человек был необычный, он мне много дал, когда я задумался об этом. Он был не то чтобы верующий человек, он верил во все сразу. Ну, он, несомненно, человек образован, он, несомненно, человек умный, не склонен вообще к истеричности, ну, как вот какая-нибудь, как дамочка, как это можно, я чувствую, я дышу. Не, он совершенно так скучновато там говорил, абсолютно завлекать не хотел, ну, просто я чувствую внутри. И, как он рассказывал, я вот это потом вот включил в свою книгу «Заземление», ну, я его, понятно, раскрасил, изменил, все-таки, ну, это он мне эту идею подарил, которую я сам не разделяю, но она вот, я видел человека, который этим живет, и абсолютно он, ну, на сумасшедшего никак не похож. Одно дело, повторяю, какие-нибудь истерички, когда вот говорят, я чувствую в себе биение, я общаюсь, мне диктует, ну, все это крайне несерьезно. Ну, и есть душевнобольные, которые общаются, там, и слышат, и голоса, ну, почему я должен верить тому, кто общается с Христом, а не тому, кто чувствует себя Наполеоном, или кому умершая мама является, ну, в психиатрике. Опять-таки, надо верить или всем, или никому. Ну, в психиатрической лечебнице, там, ты все встретишь, они общаются, Бог знает кем, кто-то с президентом Рейганом общается, а у кого-то отец Гагарин, и они тоже с ним там дружат. И, опять-таки, если научно подходить, то совершенно непонятно, кого из них предпочесть. То есть, наверное, никого. А он рассказывал, ну, причем, очень так спокойно, даже немножко скучновато, поскольку, может, 10 раз это повторял, что он после войны, ну, он был абсолютно советский человек, ну, еще в эти 20-е годы выросший. Это, значит, там и мировая революция, и все такое. И на фронте он повоевал, потом отсидел, все как надо. И он очень любил свою жену, как раз ему было, ну, 40 лет там с чем-то. И она для него, как я понимаю, была еще таким, ну, источником жизненной радости. Потому что вот мужчины-интеллектуалы редко умеют любить жизнь. Они там любят вот рассуждать больше, ну, вот дай ему пирожок, он скажет там, а вот что с этим пирожком было в прошлой жизни, 800 лет назад пирожки не ели, или вот корову здесь, наверное, зарезали бедную. Ну, в общем, найдет повод как-то испортить удовольствие. А вот женщины умеют радоваться, даже умные женщины. Вот так радоваться пирожку, радоваться еде, радоваться хорошей погоде, радоваться там чему угодно. В них детское есть, за что мы их и любим. За что они нас любят, это непонятно. Но, и вдруг она умирает в рассвете лета. Он, говорит, был в отчаянии таком, что просто, ну, умирал, ему казалось, оторвали половину от него этот образ. Но он так рассказывает без истерик, без малейших. И вот в какой-то момент вдруг он почувствовал, что смерти нет, что она где-то рядом, что это все, что это временно все, что это маски только. И он дальше стал разрабатывать эту тему. А все, по-видимому, теории, это наши какие-то первичные впечатления, которым мы пытаемся придать универсальный смысл. Во что-то мы в детстве верили, и пытаемся, из этого развиваем целую теорию, пытаемся обосновать то, что мы и так раньше знали. Как у него это было? Вот он после этого, ну, его теории он много книг написал, но если очень коротко, то, в чем он совершенно прав, что наука точно истины не дает, что в науке нет ничего, кроме гипотез, что даже любая наука говорит не о мире как в целом, она о мире разрезает на части, говорит о частях, а части отрезанные от целого теряют уже свои свойства. Ну, вроде как, вот если бы мы не хотели изучить человека, отрезали бы ему ухо, унесли бы его в лабораторию, оно бы уже протухло по дороге. И мы там его изучили и сказали, что, конечно, человек это мясо, да еще такое не свежее. Вот мы примерно это делаем, мы убиваем это целое. Ну, теория ничем не хуже одна другой, и тем более он это развивает на примере многих культур. И что поэтому, поскольку наука бездоказательна, вот это то, что есть там первопричина, нету мира первопричины, это все не доказано, но я предпочитаю верить поэтам и пророкам. На самом деле, все находится в нашей глубине. Вот вглядываемся в нашу глубину, и вот глубина нам скажет правду. И вот пророки обращались к своей глубине, и то, что там находили, по крайней мере, я считаю, что мое право верить в это. Но с точки зрения, опять-таки, науки, если ты что-то не можешь доказать, то ты не можешь вообще об этом и утверждать. Раз если что-то не доказано, я буду верить в противоположное. И это не доказано, и другое не доказано. Какой отсюда вывод? Вывод мы не имеем права вообще никаких суждений об этом производить. А не то, что раз это не доказано, я буду верить в другое. Это совершенно логика, ни на чем не основана. И то не доказано, и это, значит, останемся в незнании, должны мы оставаться. Вот и все. Ну, вместе с тем, он человек был очень обаятельный. Вот я, ну, его, понятно, живого человека нельзя вывести, но вот я это, вот этот образ я взял. Он действительно такой не от мира сего, с одной стороны. Ну, такой кажется, что, ну, когда с ним идешь, там куда-то хочешь свою под руку поддержать, что он сейчас тут свалится куда-нибудь. Кажется, он там на небеса смотрит. Другой стороны, вспоминаю, что он на фронте там отвоевал, как-то до Берлина дошел, отсидел пять лет там в лагере и как-то без меня обошелся. Не попал под Берлина. Не так это просто. Не такой он беспомощный, не от мира сего. Значит, это давало ему силы жить. И он совершенно о смерти бесстрашно говорил. И суеты в нем не было. Но одно время как-то он был, ну, почти диссидентом, почти сидел там, какую-то жалкую работенку выполнял, в библиотеке заполнял карточки на гроши. Потом пришла перестройка, он стал знаменитостью, с телевизора не вылезал, лекции его, куда его называли. Потом мода на это прошла, опять он немножко его задвинули. И он совершенно, как и на то ему было наплевать, так и на другое. Вот на человека настолько безразличного, действительно, к успеху, к славе, к суете всевозможной. Ну, это нельзя было не уважать. Ну, и в центре он был, конечно, каких-то учеников. И вот с учениками его, которые не обладали ни его огромными познаниями, ни его умом, ни его действительно надмирностью, ну, люди гораздо были попроще. И вот с ними, когда говоришь, что это не производит большого впечатления серьезного, а просто, ну, все рассказывают одну и ту же историю. Что у меня было какое-то несчастье. Я, женщины больше, ну, если мужчина, женщина разного. Ну, было какое-то несчастье. День, два, месяц, год, какая-то, ну, целые годы какой-то безысходного отчаяния. И в какой-то момент вдруг просветление приходит. Что на самом деле все это не так. Есть еще что-то более важное. И об этом надо забыть. И вдруг приходит просветление, они в этом просветлении живут. Можно трактовать это так, что, наконец, им действительно открылась мир как целое, или открылась истина, или открылось что хотите. Хотите, придавайте этому метафизический смысл. Хотите, если посмотрит какое-нибудь психиатрное, то он скажет, что это типичный ситуационный психоз. Кому что нравится? Ну, что такое психиатр? Мне недавно рассказали анекдот. Психиатр – это тот, кто первым надел белый халат. Вот если ты в белом халате, можешь так судить. А если ты надел на себя рясу, судишь иначе. И то бездоказательно, и это бездоказательно. Но доказанных утверждений вообще не бывает. Есть только психологически убедительные. Ну, вот лично для меня что психологически убедительное? Для меня психологически убедительное то, что мы состоим из материи, протонов, нейтронов и всего прочего. Что нейтроны, протоны рано или поздно распадаются, и от нас не останется ничего. Ну, не больше, чем от радиоприемника. Вот пока он исправен, он разговаривает, там лампочки мигают, перегорел, и все. И он на запчасти разбирает. Вот и мы точно такие же. Я не вижу никаких преимуществ у нас, чтобы мы вот над любыми другими конструкциями. были. Ну, а все остальное мне интересно послушать. Особенно, если такой интересный человек, как Померанц, ну, просто он как явление природы, как и Толстой меня восчищал. Эстетически, не более того. Ну, вот однажды мне Марина Кудимова посоветовала, ну, я с ней делился замыслом, неважно каким, но хотел, сказал, что, ну, хочу вывести такого, ну, прораба перестройки, если угодно, на какого-то пожилого человека, который был совестью какое-то время народа. Ну, совестью. Ну, в советское время бывали какие-то авторитеты, которые, на которых равнялись, ну, Лихачев там были, Гранин, Сахаров, ну, вот такого, ну, помельче, допустим, масштабом. Ну, вот что он был когда-то такой вот совестью, а потом мода прошла, и вот он сейчас оказался неуделан. Никто не интересует такого нарисовать. Ну, это интересный тип. А она мне говорит, что вы сделаете его священником. Я подумал, ну, интересно, потому что новый для меня совершенно тип. Я говорю, я же не потяну, я понятия не имею. Ну, так изучить можно. Ну, тоже, думаю, действительно. Отчего и не изучить. В общем, задача мне показалась интересной, как чисто художественная, как чисто, ну, интеллектуальная. А ну-ка, вот, думаю, действительно, вот такого священника, который тоже, вот он является совестью интеллигенции, что к нему интеллигенция ходит. Если называть вещи более простыми именами, евреи к нему ходят. Что он у них, вот, даже они, вот, к нему идут за уроками. Ну, начал я размышлять над этим. Начал искать, естественно, прототип. Ну, прототип, естественно, я помню, знал, что есть Александр Мень. Такой, что вот он священник, и к нему все диссиденты ходили, и он одновременно суперпорядочный человек, и с собой красавец, и много книг написал. Никогда я не интересовался этим. Но, думаю, раз я теперь занялся, отнесусь-ка я вообще к религии, как ученый. То есть, вот, научно. А научно, это значит, не имея никакого предвзятого мнения. Вот, не имея никакого предвзятого мнения, посмотрю-ка я на это. Как будто я вижу это первый раз. Но, если не иметь предвзятого мнения, я смотрю, что люди живут там десятки тысяч лет, может быть, сотни, кто их знает. Но, во всяком случае, куда бы мы ни заглянули, в самую большую глубину, они всегда во что-то верили, во что-то неземное. Считали всегда, что есть какие-то миры, духи, кто угодно. Мифология, что люди всегда верили в какие-то иные миры. Но, если мы относимся к этому как естественники, то мы должны сказать, если это есть, то это естественно. Значит, религия – это естественно. Но, можно, конечно, рассуждать и так, как, скажем, рассуждал Агюст Конт, отец позитивизма. Что, да, были когда-то люди верили в духов, в богов, но они, люди, постепенно умнеют. Это был период религиозный, потом на смену ему пришел период метафизический, а потом пришел позитивный, которому уже не будет конца. Что это все пережитки прошлого. Позитивный, как писал Конт, когда-то фантазия преобладала над наблюдением, а теперь будет наблюдение преобладать над фантазией. Вот наблюдение открывает нам богов, чудеса. Мне нет, мне никогда ничего не открылось ни разу. Ни чуда со мной не бывало, ни свидетель мне чуда не было, и боги мне не открывались. Решительного наблюдения мне ничего этого не открывают. Ну, вот, наверное, это и есть пережиток. Вот тот самый. Но пережиток живучий необыкновенно. Причем, скажем, вот если опять-таки, я слушал лекции по психиатрии, ходил в клинику, много раз я видел душевнобольных. И вот если бы допустить, что там у померанца был психоз, но он не похож совершенно, вот на тех, кого я видел в клиниках, ну, решительно, ну, те, во-первых, они не готовы, не способны были обсуждать свой бред. Если ты выражаешь сомнения, они в лучшем случае утрачивают тебе интерес, а в худшем они агрессивными становятся. Абсолютно в нем это нет. Ничего этого не было. И обсуждать он готов и слушать тебя, и, в общем, и говорить даже, ну, что ж, может быть, вы и правы. Ну, совершенно, ну, не было, ну, ничего в нем от душевнобольного. Видно, что он умный, адаптированный совершенно человек. То есть, если это какая-то душевная болезнь, она особенная, она ни на что другое не похожа. Что еще? А что еще? Ну, как вот люди живут тогда с этими противоречиями? Если, вот, допустим, вы уверовали в Христа, то вы должны тогда раздать имущество, должны протестовать против армии, распустить тюрьмы, они этого не делают. Вот умные люди. И начал читать я менее сочетания, эти сочинения. Ну, видно, что, безусловно, что он умный, образованный человек. Не малейшего, не так сказать, сомнений нет. Ну, на душевнобольного прочитал я воспоминания. Ну, не тени нет, там, опять душевного. И юмор там есть, и обаяние, и возможность пошутить над собой. Ну, обаятельнейший человек совершенно нормальный. Ну, а как он может верить в это? А вот этого он не касается, ну, вот читаю я его книги, где он историю религии рассказывает, он пересказывает эти библейские сказания, но чудеса тоже убирает. Вот перешли евреи, спасаясь от фараона через море. Это не море, по-видимому, было, может быть, залив был какой-то, а может быть, болото. Может быть, был залив, был отлив тогда, или, может быть, буря угнала воду, и они прошли эти... Ну, и казни египетские, чтобы лягушки сыпались, там вода в ниле в кровь превратилась. Нету этого. Наверное, началась чума в Египте, и фараон решил, что это вот из-за ссоры его с евреями, и поэтому решил их отпустить. В общем, всему дается, естественно, научное толкование. Но что же остается от религии тогда? Вот если чудес нету, так что, зачем она нужна, вот что она мне даст, остается, совершенно не видно. Вот самый главный вопрос, почему он верит? Он даже этот вопрос не обсуждает. Почему можно жить без чудес? Что от религии остается? Не касается. То есть, самых главных вопросов, он как будто их не замечает. Ну, потом, ведь он, когда стал уже знаменитым, давал интервью, всевозможные, стал я читать эти интервью, безусловно, он как умный человек, но он верит и в астрологию, я смотрю, и верит в передачу мыслей на расстояние. Ну, все это ужасно, в моих глазах, несерьезно. То есть, если человек в библейские чудеса, не верит, ну, старается, что называется, не акцентировать внимание на этом, а в эту верит Лабуду, ну, это как-то мое тоже доверие к нему подрывает. Но самое главное, вот все-таки, вот почему он верит, во что, и почему он служит в церкви, про которую, ну, уже все наговорено, что она и не протестует, ну, ясно, в общем, все, в чем ее Толстой обвинял, это чистая правда, тоже как будто этого нет. Ну, и стал я знакомиться, беседовать с разными, ну, такими просвещенными батюшками. И я вижу, что они все умные люди абсолютно. Абсолютно нет елейности, там, ханжества, ни тени нет. Ну, милейшие, интеллигентные люди. Нет ни, ну, истеризма нет, вот выспренности какой-то, ну, ничего нет. Ну, это, ну, милейшие, просто вот интеллигентные люди ничего. Ну, почему они верят в это, я не знаю. Вот этот вопрос для меня закрыт. Ну, вот отец Александр Борисов рассказывал, что вот он был кандидатом, ну, значит, это не снимается, биологических наук, то есть знает, что там из клеток все состоит, дарвинизм он знает, эволюцию, все на свете. И вот однажды ждал он девушку в дачном поселке на платформе, увидел необыкновенной красоты закат, ну, а закаты, они всегда необыкновенной красоты. И вдруг он понял, что есть что-то высшее на этом. Ну, а я смотрю на закаты и мне, и вижу, что нет высшего. Ну, вот каждый раз, какое-то вот прозрение на них нисходит, хотите, называйте благодатью. Ну, меня это не устраивает, я не могу про такого написать. И начал я тогда придумывать уже сам. Вот как бы придумывать такого священника, ну, который бы ответил на вот эти все вопросы, ну, так, чтобы это было более-менее убедительно. Что почему он все-таки верит, почему он служит в церкви, почему он не протестует против, ну, всевозможных каких-то несправедливостей, которыми полон мир. Ну, почему он тогда не диссидент, не революционер, почему не требует распустить тюрьму, почему не требует армию распустить, ну, что Толстой требовал. Это же там все написано, там спорить не с чем. И вот стал я думать вместо него, стал придумывать, как вот это могло бы быть. Ну, и придумывать начинал я, конечно, героя придумываясь с физического облика. Вот физического облика, вот с чем, скажем, меня этот пленил. Мей, именно тем, что он с юмором человек, так что он добрый, что совершенно он поучательный, склонен. И вот смотрел я фотографии его детские. Это послевоенное время, там, понятно, все какие-то заморенные, все в сером каком-то. И дети как, ну, какой-то сиротский приют. И учителя там такие же в сером во всем. И один только какой-то мальчишка сияет улыбкой до ушей. Что какой-то вот он, что он счастливый человек. Что вот ему дано быть, как раз не то, что он думает о грехах, об аде, а потому, что он счастливый человек. Вот Бог его знает, почему. Вот в этом его дар. Ну, этого недостаточно, чтобы я написал. Ну, вот я стал уже фантазировать, что такой он, что он красавец, что он охотником был, прятался от армии, скрывался, что и на флоте служил, и колет дрова, раскалывает с одного удара, служит в пригородной церковке, абсолютно не чувствует себя каким-то провинциалом, неудачником. К нему какие-то ходят люди на поклоны мудрости у него. Он совершенно учит со всеми, с каким-то забулдыгой говорит, как с равным, с начальником говорит, как с равным. И его совершенно не боится ничего. Под судом его, церковь рушится где-то. Он просит, ее надо отремонтировать. Начальник РСУ говорит, что у нас времени нет, у нас какие-то есть другие объекты. Взятку у него вымогают. Он дает взятку, попадает под суд, на подследствие, как взяткодатель. И вот он совершенно, это его не пугает ничего. И не боится он эту взятку дать, и под судом не боится находиться. Ну, поглядим. И так далее. Вот когда вот эти все черты я собрал вместе, и стал я уже вместо него как-то придумывать, что вместо него и вот понял я, понял, для себя я понял, а совершенно не для вас, как вот мог этот человек вот прийти к вере, вот пойти вот туда, безусловно, а я уже сообщался с священниками, которые имеют естественно научное образование. СИСФАК закончил один, ну, один мой так хороший знакомый, другой политеф закончил, и они абсолютно знают протоны, нейтроны, и там, ну, когда вне не Марселла, они знают все это. Ну, как один мой вот знакомый, отец Августин, говорит, что Ньютона волновало, как яблоко падает вниз, а меня волновало, как оно туда попало. Это правильно, к началу идти. Ну, вот, Вениамин у нас, Новик был такой покойный, к сожалению, он был и диссидент, и демократ, и читал лекции по философии, и тоже он со мной беседовал на эту тему, он все говорил, что вот, ну, вот, должен же, если вот мир существует, должно же у него быть начало. Ну, я говорю, ну, откуда следует? Может, не должно, ниоткуда. Ну, вот, не мог же он сам возникнуть, так он кем-то должен быть сотворен, вот так все, это очень все подогнано одно к другому, такой сложность. Ну, хорошо, говорю, если мы примем, что он сотворен, то кто сотворил Творца, возникнет вопрос. Это ровно тот же вопрос. Ну, степень незнания на одну отодвинется. Кто сотворил Творца, в таком случае? Ну, кроме того, если даже вот мир сотворен, если даже он сотворен Творцом каким-то, если оставить вот эти все вопросы, откуда следует, что он для нашего блага сотворен? Откуда следует, что если даже сотворен, что существует иной мир, в котором нам что-то воздастся? Откуда следует, что Бог, надо молиться, и Он поможет? Из того, что он сотворен, все равно решительно ничего, что для нас важно, не следует. Это не имеет никакого значения даже, сотворен или не сотворен. Но вот как он мог, вот человек с такой же... И вот я, вот мой герой, этот отец Павел, вот я его таким и придумал. Антипод у него, это ультрафриедист, который считает, что раз человек злобное, похотливое, алчное животное, то не надо ему притворяться лучше, чем оно есть. Потому что, ну, животное, сколько он сожрет, там, тигр за свою жизнь, ну, сто там, косулька где-то, а человек миллионами истребляет города, сжигает во имя идеалов, то надо человеку уничтожить идеалы. И тогда люди будут убивать друг друга, ну, умеренно, во всяком случае. А может, и убивать-то и повода не будет особенно. Ну, как животное, в общем-то, и не убивают друг друга. Ну, оттолкнул, там, захватил какую-то эту добычу, и все. В общем-то, убивают, да и за идеалов, опять-таки. Ну, скажем, изменила жена, надо ее убить непременно. А делов-то животные не делают из этого никакой драмы. Ну, бывает, что самцы ревнуют друг другу. Ну, ревнуют, он прогнал, там, рогами отогнал, и все, на этом закончилось. Не душит никто, никого, никаких дуэлей. Ну, слабые уступают, и живут дальше. И он хочет, чтобы люди стали животными, для их же пользы, собственной. Он психотерапевт, вот это он называет заземлением, что надо все опустить на землю, относиться как можно проще ко всему. И тогда, в общем, люди будут умеренно несчастливы. А Антепот его, вот этот заземлитель, женат на дочери, священника, отца Павла. И вот, его он безумно раздражает, потому что, вот, как раз его Антепот, вот он именно, вот и бог у него, там и ряса, и красавец он собой, ну, вот он просто соблазняет вот людей идеалами, как будто нарочно его создали, чтобы вот он морочил людям голову. Вот именно он еще умен, обаятелен, красив. И вот однажды вдруг этот исчезает, священник. Начинают этого, подозревать этого зятя в том, что он его убил, ну, и начинаются там какие-то заморочки. Но самое главное, вот об этом, вот этому священнике начинают рассказывать его ученики. Сам он не удоставивает этого своего зятя беседы серьезной. Ну, говорит, ничего, ну, хочет, если ему приятно, сказать, ну, в газете опять написали, священник сбил трех человек на машине. Вот у меня для вас радостная новость. он видит, в общем, над ним издевается, а серьезно он его с ним о Боге не разговаривает. как, в общем, ну, как с дурачком, вот, примерно. А вот уже мы узнаем только в пересказе его, что как он пришел к этому, что он учился, тоже был физик, как и его отец, слушал, большие надежды подавал, оставляли его в аспирантуру, ему как-то очень не хотелось чувствовать, что отдавлят жизнь, как-то ему мало все казалось, что вот отдать жизнь физике, это мало, есть что-то большее. Ну, поскольку я сам, видимо, из этой же породы, я прошел через период увлечения физикой, математикой, это мне казалось самым прекрасным, но с какого-то возраста и довольно рано начинаешь понимать, что это развлечение, это, ну, вроде вышивки, все это здорово, конечно, но и вышивать здорово, и жонглировать ложками какими-нибудь, кофейнями тоже здорово, если там штук 20 их, например, одновременно, но все равно это ерунда, вот это какая-то забава, а вот есть жизнь, смерть, как-то об этом надо думать, а думать-то ответа нет никакого хорошего, и это, и вот он сам в этом был в состоянии, и вот он слушал, как его родители, ну, на кухне болтали, о чем-то отец у него работал в атомном проекте, и, ну, приехал усталый, а там атомный проект, это с петлей на шее, понятно, в советское время там, ну, если авария, то всех расстреляют, не моргнув глазом, это, там, судьба страны на весах, там, чикаться не стали бы, поэтому, вовремя не сдашь, а оно, понятно, не работает, всегда ничего, и вот он, и она же вдруг, ну, они шутят, а мать у него верующая была, но верующая, наивная очень, вот всегда-то она рассказывает, что вот она попала под дождь, где-то в лесу, она помолилась, и тут же грузовик появился, ее подвез, но он над ней подшучивает, ну, говорит, ну, ты как представляешь, вот там сидели шоферы, на автобазе играли, значит, домино, ты помолилась, он бросил домино, бросился в диспетчерскую, ему путевой лист выписали тут же, она говорит, вот ты вот змей-искуситель, не надо искушать, Господа, вот слушай, он дал тебе грузовик, не умничая, скажи спасибо, помолись, ну, в общем, так с тобой подтрунивая взаимно, ну, ему, в общем, скорее умиляет, это такая вот наивность, ну, вот и он слушает, и вот она вдруг, мать ему говорит, что, говорит, у тебя сосуд в глазу лопнул, ты там не спишь, наверное, потом говорит, а когда ты пойдешь позвоночник проверять, и до него доходит, что вот они только что шутили, смеялись, и позвоночника не было никакого, и позвоночника не было, и сосудов не было, глаза были, а сосудов не было, а только появляются они, позвоночники, сосуды, печень там, какая-то легкие, только когда мы заболеваем, и надо спасаться, когда мы живем, их нету, и он до него доходит, что я же знаю, что я состою из протонов, нейтронов, там, и все это, значит, всего этого мусора. Ну, я не помню об этом. Я в это, если серьезно говорить, я в это не верю. Я знаю, что только когда мне понадобится что-то делать, я, конечно, знаю, что голос – это вибрация воздуха. Но я не думаю, это не вибрация. И когда я разговариваю с человеком, я слышу, что у него голос грустный, у него веселый. Вибрации появляются только, когда мне надо для чего-то это, для дела надо. А для жизни это совершенно не надо. И есть улыбка, улыбка, сокращение лицевых мышц нет. И вибраций нет, и протонов нет. В нашем внутреннем мире ничего этого нет. То есть наш внутренний мир – это мир веры. И до него вот это как-то доходит, что на самом деле, что если мы дадим просто волю нашему внутреннему миру в то, что мы все равно верим. Мы делаем вид, что не верим в это, мы говорим про протоны, физиологию, кровь, белки, желтки. Это мы говорим для дела. А для себя у нас этого ничего нет. Так на самом деле у нас в внутреннем мире, наш внутренний мир – это есть мир веры. И вот это для него каким-то явилось прозрение. И в какой-то степени даже для меня, хоть я это сам придумал. Я ведь верующих людей до этого встречал. Вот если, как говорил тот Левин, что надо просто то, во что ты верил в детстве, ты вот просто увидишь это, и вот ты находишь то, во что ты верил в детстве. Так вот, если я загляну в то, во что я верил в детстве, в детстве Бога у меня не было. Там вот, где я жил, в этом рабочем поселке, слово Бог, я не слышал, не знаю, там до 15 лет, наверное. Просто вообще это никого не интересовало. Там не было борьбы за и против, просто не было этого понятия. Потом я познакомился уже в Кустанай, переехавший, это уже был большой центр. Там была церковка такая, очень крошечная, ну, как сестрорецкая дача, действительно деревянная, такая крашеная. Но у меня там активисткой была моя двоюродная бабушка, баба Маня, сестра моей бабушки. Она была монахиней, то есть с детства она хотела быть в монастыре. И как она рассказывала, что в монастыре они с подружкой приехали, и там им лет по 12, и они катаются на ледянках, знаете, в тазике замораживали лед и с горки катаются. Отец игумен проходит и спрашивает, а вы что здесь делаете? Они отвечают, душу спасаем. Он засмеялся, говорит, спасайте, спасайте, и пошел дальше. И вот она пошла спасать, пошла в этот монастырь, и дальше там прекрасно, видимо, себя чувствовал. Потом в 37-м году весь монастырь собрали и расстреляли. Она болела, просто была дома, поэтому уцелела, по той единственной причине. И вот жила она в халупе совершенно, ну, там проседающей глиной, там она провисала. И у нее на стенах были какие-то из огонька какие-то вырезанные репродукции, которые она относилась к репродукциям, что это подлинные, ну, скажем, вот избиения младенцев. У нее висело, по-моему, Рафаэля. И она мне рассказывала про это, ну, как будто это фотография, это подлинное событие. Вот это он видел, это нарисовал, и смотри, говорит, вот что делает, вот что делают-то, вот это, говорит, протыкает ребенка, а это тут крутит, смотри, вот какие были-то люди, а вот о матери-то каково вот на это было смотреть. В общем, это простодушие. Я видел, что верить в это могут, ну, люди в младенческие, совершенно наивные. Она еще там мне тоже говорит, вот вас учат, говорят, что Гагарин летал на небо, а Бога не видел. А он-то летал до третьего только неба, а Бог-то на седьмом. Ну, в общем, вот мое знакомство с верующими людьми было таково, что, ну, только позабавить можно. Ну, надо быть младенцем, просто совершенно наивным в это. Поэтому вот в глубине у меня ничего, это все я придумал. Ну, то, что вот наш мир, это мир веры, это, думаю, что действительно так. Если мы дадим волю просто нашему внутреннему миру перестанем себя корректировать, то вот, возможно, мы станем верить, что если мы попросим кого-то, то воскреснут мертвые, и не может быть, чтобы наши чувства не влияли на погоду. Вот если я попрошу хорошей погоды, если очень захочу, то и погода переменится. Ну, что желания наши обладают материальной силой. Внутри мы в это верим. Ну, дети это верят, просто реально верят, ну, а взрослые, возможно, в глубине души все равно верят в это, только делают вид, что они верят. И вот как он дальше вот такой, что он начинает, что, значит, он понимает, что теперь, ну, что нужно защищать, что эти два мира, мир факта, вот мир физики, реальности, и мир мечты, наш внутренний мир, что они все время находятся друг с другом в конфликте. что если дать волю вот этому миру физики, просто факты, проверенные, измеренные факты, вот как говорит нам позитивизм, если дать им волю, они просто жизнь нашу превратят в кошмар. Когда мы перестанем будем думать о смерти, знать, что мы всего лишь прах, такой же, как и булыжник, как и червяк, что это настолько ужасно, что мы не выживем в этом. Но если дать миру фантазии, волю, то она, безусловно, заменит, она уничтожит все, она уничтожит науку, она уничтожит технику, что мы тогда воскресим магию просто-напросто, что начнем, что наши, поверим, что наши желания важны и перестанем вообще заниматься чем-то реальным, а будем только вот просить, умолять, колдовать. И до него доходит, что, вот как раз, что дело церкви, поддерживать равновесие между миром мечты и миром факта, не дать сожрать ни тому, ни другому. И вот он смотрит на этот мир тогдашний советский, ну это еще сталинский, и видит, что мир факта совершенно сейчас обнаглел, и мир у мечты ничего не хочет оставить. ведь когда-то церковь защитила, именно она породила науку когда-то. Первыми учеными были именно церковники, монахи. Именно тогда, когда светский мир занимался пирами, воинами и, в общем, развлекался как мог. Это вот только там могли люди задумываться об этом. и алхимия, и все прочее. Но вот то, что христианство, вот церковь оставила веру в чудеса, но она эту веру отодвинула в какой-то иной мир, что колдовство она запретила и просто перестала с ним считаться, то есть вера в чудо сохранилась, но вера в возможность чуда, вот его вызвать какими-то манипуляциями, она уничтожила. И то есть оно вот как раз открыло дорогу науки, но не убив при этом мечту, надежду. Но сейчас мир материи, вот мир факта, ну, обнаглел до того, что он хочет просто ничего не оставить миру мечты и вот истребляет и монастыри, не просто закрывает, а уже просто террором расстреливает, ну, развенчивает, ну, лжет, клевещет. Там всегда, разумеется, как институт, это все греховно, но, что это просто превращает церковь в чудовище какое-то. И он просто, он понял, что для поддержания равновесия нужно вступаться за слабого. Вот сейчас слова мир мечты, и я пойду тогда поддерживать эту мечту. И вот он идет в священники и служит в этой церковке, и вот его ученик, такой скептически настроенный, спрашивает, а в Бога-то вы верите? Я теперь понял, что вы хотите поддерживать равновесие, а в Бога-то вы верите? Он говорит, для меня этот вопрос праздный. Есть Бог, нет Бог, для меня важен вопрос, есть ли какое-то более важное дело, которым я могу заняться. Более важного дела я найти не могу. Самое большое, что я могу делать, служить вот в этой церковке. А это все остальное, в общем, это праздный вопрос. Ну, почему вот вы связываете себя с православной именно церковью, на ней там много пороков, там, ну, как на всех, может, больше, если угодно. Но он говорит, если у вас есть другая церковь какая-то, где все святые, где соблюдают все заповеди Христовые, скажите мне, я туда немедленно перейду. Нет, ничего. Ну, ведь можно же, там же много слишком, вот эти молитвы, упрощенное пение, это как-то это слишком все для наивных людей. Ну, да, это мир не для интеллигенции, мы служим. Это массовое производство. Мы занимаемся массовым производством веры или массовой защитой веры. А штучные, так же, как приборы, в каком-то лабораторном образце можно придумать какие угодно. Какие угодно изощренные, изысканные, но в массовое производство они не пойдут. Так вот, единственная сила, которая может заниматься массовым производством веры, это в России православная церковь. Какая она не есть. Если у вас есть другая, скажите. Все остальное, это болтовня. Секту, конечно, существует, можно найти секту, там пять учеников найти, и можно пятьдесят. Поэтому для массового производства веры все это необходимо. Я другого пути не знаю. Ну, а как же, почему церковь молится за правительство, за власти? Ну, а за кого молиться надо? На ком больше всего греха? Кого надо, чтобы вразумить больше всех? Ну, разумеется, на тех, кто отвечает за все. И власти должны же управлять миллионами людей, из которых половина хочет одного, а половина противоположного. Поэтому, как они не поступят, они половине не угодят. Поэтому они все равно должны половину какую-то подавлять, чтобы угодить другой половине. Кого туда не посади. Они это, по природе своей властью не может быть другой. Но ведь насилие же Христос воспрещал, ну, конечно, воспрещал, но ведь Христос проповедовал любовь. А бывает так, что насилие увеличивает любовь, а не уменьшает. Ну, вот, один мой коллега служил в горах маленькой деревенской церковки, которую изводил страшный разбойник, обирал, насиловал, унижал. Ничего с ним поделать не могли. У него и осведомители везде были. И вот, когда он собирал свою паству, священник, и начинал проповедовать любовь, кротость, прощение, они смотрели мрачно на него почти с ненавистью. Что же, мы вот этого должны любить, который нас убивает, и должны прощать его. А ты-то кто такой, не заодно ли ты с ним вместе? И видел, что любовь не только не проповедовалась, ничего кроме слова о любви, ничего кроме злобы не вызывали. И вот однажды пришел этот разбойник к нему на исповедь и начал перечислять, что он делал, кого он убил, кого обобрал, кого унизил. И это слушал, слушал, слушал священник. И, наконец, разбойник просил, как вы думаете, меня Господь простит? Он протянул ему, священник, руку для поцелуя. Когда тот наклонился, священник взял топор и ударил его по шее и сказал, Господь может и простит, а я не прощу. Отрубил ему голову и насадил на ограду церковную. И когда все пришли на молитву, все были счастливы и любили друг друга как никогда. И все были добрые, обнимали и уступали друг другу дорогу. И вот появилась любовь только тогда. И он говорил, что прежде чем требовать любви, защити. Защити, а потом требуй любви. К сожалению, любовь к напуганным, обиженным людям не придется ничего, кроме злобы. Поэтому путь к любви может быть очень сложным. А может быть, вообще он недостижим. Мое дело все время защищаться, защищать славу. И вот когда приходит перестройка, он становится знаменитостью, он не слезает с телеэкранов, прямо в дворце культуры собираются к нему. Книги его на всех лотках лежат. Ну, ученик, наконец, довольный им говорит, вот, наконец, наша взяла, вот, наконец, вы дождались светлого часа. Учитель ему говорит, священник, что наоборот, самое тяжелое началось. К нам в помощь теперь пошлость навязалась. Вот когда к нам ходили простаки, немножко какие-то чокнутые, бабуси наивные, мы отстаивали Христово имя. А сейчас оно превратилось в пошлость, когда уже стоят министры со свечками, когда воду по телевизору светят, когда в серьезных газетах астрологи дают прогнозы, что сейчас вырвалась фантазия, вот, с пошлостью пополам, настолько она безумна, что надо теперь защищать, наоборот, уже мир факта, уже науку защищать от этой пошлости. И он во всех интервью стал вдруг защищать науку, стал защищать, что его не спросят, все поперек. Ну, от него, ну, каждый раз его спрашивают, верите ли вы там во что-то. Он как же вот, вот почему наука утесняла так долго? Правильно, говорит, делала наука, она и должна утеснять. Ну, ведь церковь была унижена, и должна быть церковь унижена. Если церковь становится другом, она становится общей любимицей, значит, она ничего не требует, значит, она отказалась от своей миссии. Церковь должна быть в утеснении, ее требования должны быть людям не по шерсти. Как его, ну, спросят, верите ли в загробный мир? Вот, знаете ли, что сейчас известно, что вот умирающие видят свет в конце тоннеля, они летят по тоннелю, видят свет, выходят там травка, и, в общем, все там замечательно. Ну, вот, говорит, удивительные дела. Вот эти какие-то неизвестные профессора Грише и Брише видят там свет в конце тоннеля, травку, а вот святые рассказывают, что они видели там демонов, видели страшных, лавящих каких-то эфиопов. Ну, и начинают он сыпать, что видели всевозможные святые, что там ужас один. Что это просто пошлость сейчас, мир сейчас хочет комфорта во всем, он и смерть придумал себе комфортабельно. Что это все, все это, это чистая пошлость. И поэтому теперь он становится на сторону против всего, и против, значит, этих свечек, и против министров со свечками, и против астрологии, и против, и он становится все дальше, и дальше он отходит от этого мира, и, 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 а дальше прочитаете и узнаете. Все, друзья, мне кажется, караул устал, давайте задавайте вопросы, если они есть. Можно вопрос? Да. Если я вас правильно понял, вот содержание этой книги вами, ну, как бы выдумано. Ну, да. И личного опыта общения, личного опыта веры, личного опыта прихода к вере, и даже общению с людьми, которые пришли к вере в результате, ну, какого-то события, в общем, они глубоко верующие люди на основе своего личного опыта. У вас такого нет. Общение с людьми, которые пришли к вере, у меня есть. Личного опыта нет абсолютно. Вот чем больше я вот, ну, проработал я серьезно все-таки, иногда это, ну, много прочел книг, ну, поразмыслил все-таки, видите, это я вот тоже что-то насыщенял, уже это все это стоило. Но вот когда после того, как я все это передумал и написал, я понял, что у меня вот этого отклика нет совершенно. А книга-то как называется? Книга называется «За землей». Я тебе не дарил, разве? Да нет. Естественно, если верят люди, значит, это естественно. Если люди не верят, значит, это неестественно. Ну, вот если что-то существует очень долго, его никак не могут истребить, то должен ученый задать вопрос, нет ли в структуре человеческого мозга какой-то особой зоны, которая порождает религию независимо... Давайте, камеру, давайте... Вот этот мой, вот тот самый ненавистник религии, психотерапевт, он уже задумывается, поскольку сталкивается с рядом вот таких явлений, задумывается, что почему это не удается истребить, почему вот такой умный человек, как этот отец Павел, что в этом есть... Возможно, в природе человека есть нечто такое, что возрождает веру в ней... Ну, скажем так, человеку очень трудно или даже невозможно поверить, что он всего лишь скопление молекул, что он такое же скопление молекул, как булыжник или как радиоприемник, что он говорит, это может, а поверить он в это не может. И вот основа вот этого всего остального, это вот эта невозможность поверить, что мир действительно так ужасен, как говорит наука. И если вот эта сила в нас есть, которая противится вот этому, но она, по-видимому, естественно, по крайней мере, никому истребить эту силу в людях еще не удалось. Вот так вот я бы ответил. Ну, я вот считаю, что ты вот всегда так как-то так расчленяешь жизни, как кювье какой-нибудь, скальпелем. А на самом деле мы все прекрасно устроились, не отрицая ни материализм, ни религию. И живем прекрасно сочетая это, что материализм – это нечто грубое. Как это грубое, когда там загадка нашего организма, загадка нашего мозга, загадка элементарной молекулы не разгадана. Мы полны тайны. Материализм полный тайн. И никогда только в таких романах, вот таких поучительных, кто-то выбирает резко одну позицию. Это глупость, потому что и религия, которая отрицает, батюшка любит блины поесть и так далее, и прекрасно делает, понимаешь? То есть нет вот этого противостояния, по-моему, уже в наше время, нет противостояния материализма и духовности. Я вот про себя не могу сказать, что я материалист голый. Пусть будет религия на всякий случай, что я дурак, что ли, отказывается, понимаешь? Но мы прекрасно сочетаем вот то, что ты читаешь, несоединимым. Поверя, я не считаю это несоединимым. Мы книгу написал, именно изобразил человека, который каким-то образом это соединяет. По крайней мере, попытался это сделать. Проблема не стоит, мы прекрасно устроились. Ну, проблема, теперь скажем, если ты умеешь это соединять, значит, для тебя проблемы нет. По-моему, все. По-моему, все. По-моему, все. И марксисты были тоже крестили своих детей. У них тоже было на всякий случай. Пускай религия останется. То есть, кто отрабить половину, никто так не делает сейчас. А другую выбросить. Насчет тебя я абсолютно согласен, если ты это соединяешь, а насчет того, что никто не делал, что Ленин, который говорил, повесить как можно больше попов, чтобы они там запомнили. который отрицал мощную политическую силу. Ну, зачем? Если это действительно... Если в церковь большая политическая сила, надо с ней союз заключать. И к ним же... Нет, нет. Ну, почему? Свои кресты воздвигаются, а не чужие. Церковь, какая-то часть церкви пошла на союз с большевиками. Назвались они обновленцы. Какое-то время они с ними пококетничали, потом истребили всех до последнего человека. Но потом Сталин опять восстановил церковь. Он восстановил ее только для того, чтобы, ну, немножко опять завлечь к войне. Я так наступательно надеюсь. Это чисто политический ход был. Абсолютно, чтобы Сталин там допускал какую-то веру. Но эти монтаньяры, которые рубили священником божки, ни за что, ни про что, только зарясу. Ну, в общем, Валера, отрицать то, что есть люди в большом количестве, которые ненавидят церковь. За них возникают все несчастье и войны. Вот люди, которые одну половину взяли, и суть за других. Ну, вот такая и такие люди. А люди нормальные, которые даже не сдаются учениями, они уже устроились, улеглись великолепно на этих противоречиях, живут. И не кажутся им противоречиями. Я уже сказал, что те, кто умеет жить с этими противоречиями, я за них рад. Ну, сказать, что все люди так живут, ну, это абсолютно неверно. А что, священники-аскеты? Священники-аскеты, они, священники думают, что Господь простит, что Господь милости, что если я даже там что-то себе позволю... Священники-аскетыроризм очень даже признают и люди. В общем, ты что хочешь сказать? Скажем, что уже все люди устроились в сочетании этих противоречий. Что многие устроились в сочетании этих противоречий, я уже это признал. что все таковы, это я точно знаю, что не все. Ну, вы видите, кто, 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 кто однобок. Я не знаю. Хорошо, ну вот однобоких людей много. Нет. Ну, проведи голосование. Ну, если даже... Я говорю, наоборот, о том, что люди прекрасно устроились. Я против фанатизма говорю, что не надо ни одной крайности проповедовать. Если не впадать в этот самый фанатизм, то можно прекрасно себе представить, что Бог, пожалуйста, есть. Другой вопрос, какие лично у каждого из нас с ним отношения. Конечно, каждый выстраивший вывод. Один к нему уходит каждое утро на поклон, а другой знает, что Бог там сидит и ему до нас. Это самое главное, что мы прекрасно устроились. Мы третий годом взорвать Казанский собор во имя Бога. Нас мы все устроили. Да, да. А чем мы Богу устроились? Нет, ну а если взрывали Казанский собор, пока не взорвали, то значит, не прекрасно, значит, все-таки есть какая-то половина или четверть. А это степень близости с Бога. А я это скажу, что материальная сторона жизни немножко потеснила религиозная, которая перешла эту черту равновесия. И они захотели, чтобы были обе стороны равноценны. Материализм и вера. Мне кажется, вы подтверждаете тезис, но когда вы говорите о том, что мы с Богом как-то примирились, и он у нас примерно как буженина в супермаркете. Есть витрина, и там есть и буженина, вот здесь Бог, медитация из вам и так далее. То есть мы к нему стали более потребительски относиться. Мне кажется, в этом как раз и залоговались. А что, надо изюверска посетить? А большинство людей относятся к потребительски. А духовность. Как заболело, так побежал. А это не сильно любопытно. Можно, Саша, вот вопрос, да? Значит, я вот, допустим, у меня нет противоречия с тем, что, ну, извини, во-первых, я читал этот роман, во-вторых, мы с тобой много беседовали по этому поводу, да? У меня лично никакого противоречия между тем, что я состою не то, что там из молекул и всего остального, а из звездной пыли. Я это знаю абсолютно, да? Как человек, обладающий знанием позитивным, да? И техническим образованием. Но ощущение того, что за этим самым процессом, который длился там эн миллиардов лет, стоит нечто другое, вот у меня тоже никакого сомнения не существует. И противоречия нет между научным знанием, позитивным, и интуицией, да? Вот той самой интуицией, которая есть, как говоришь, вера, да? Вот ты пишешь вопрос против культа или против чего? Какие-то оккультуривание такого, очеловечивание нечеловечных вещей, да? То есть вот то, что мы создаём, церковный культ, там православный, мусульманский, буддистский, неважно, да? Это человеческое, слишком человеческое, как говорил Ниша. Потому что мы всё-таки приближаем к себе то, о чём понять не можем. Но то, что мы понять не можем, тем не менее, где-то, вот лично мне интуиция говорит много-много лет, а мне уже лет не мало, что оно существует. Вопрос, как мы его к себе приблизим и как мы его оформим. Вот вопрос вот этой формы, да? Против этой формы, которая вот такая, такая или этакая, храм, там, дацан или что-нибудь ещё, мы можем протестовать и против культов, и против церковного староста, и против чего-то ещё, там много чего неприятного. Вопрос вот фундаментальный, это как раз о существовании того, что за пределом вот этих самых скопища молекул и так далее, кто его или что, или нечто, формирующее его. И внутри человека, мне кажется, вера, это такая, самый главный момент, это понимание или понимание, или чувство, что это где-то присутствует. А как мы его оформим, вот это вот вопрос третьестепенный, да. А то, что это присутствует, кстати, это помогает и в практической жизни, когда ты это чувствуешь, то, вероятно, ты кого-то будешь меньше бить по голове, бить ногой в задницу и так далее. Вот, и к себе относиться более нормально, когда, вот на мой взгляд, это так, это не прагматический момент, а такой момент индивидуально такой священный, индивидуально, а не коллективно, не хождение там на исповеди, там на проповеди и всё остальное. Это очень личное чувство, вот эта самая религиозность, это очень личное. Интимное, я бы сказал. Абсолютно, да, вот либо есть, либо нет. Как ты сказал тогда, что ты вот всё-таки не пробился вот к этой вещи, что так и не понял, почему вот эти умнейшие люди вот всё-таки... Почему они там совершали? Да, вот понимаешь, вот они вот ходят, вот эти Флоренские, там, Война-Ясенецкий, Померанс, мне тоже знакомые. Вот всё-таки они же серьёзные люди. Спрашивается, вот почему они этим занимались? Видимо, всё-таки в мозгу, наверное, такие, какие-то структуры, которые... Вот религиозная шишка религиозности, у меня её нет совершенно. Вот, вот, вот здесь. Абсолютно нет. Вот здесь, вот, вот здесь нет. Вот как говорит Валера, что на всякий случай, ну, это логика когда-то Паскаль размышлял. Вот Паскаль говорил, вот, ну, он же великий математик был, создатель теории вероятности, что вот если есть Бог или нет, вероятность того, если даже вероятность того, что есть Бог, бесконечно мала, то всё равно ставить нужно на эту карту, потому что выигрыш бесконечно велик. Если я посчитаю, что Бога нет, я, ну, то есть ошибка мне недорого. Выигрыш настолько огромен, что всё равно лучше верить Бога на всякий случай. Так вот я, если не Паскаль, если, вот если я вгляжусь вот в это вот, есть ли хоть микроскопическая вероятность того, что есть Бог? Ну, однотриллионная в триллионной степени. Ему нету ничего. Ну, что такое? Это одна триллионная, что его... Отрепись, отрепись. А его нету, что нет, одна триллионная, что нет. Самое главное, это вопрос, что мы понимаем под Богом. Когда мы определим, что мы понимаем, тогда мы будем говорить, есть или нет. А до того, пока мы не определили, и отрицать бесполезно. В этом мире самое невероятное... Мы надеемся материализм в чистом виде, потому что если мы можем его измерить, это Бога, ну... Как понятие, пожалуйста, апопатически или неапопатически, но определить все-таки, тогда уже можно говорить. Отрицать или не отрицать. Если, извините, Геракрит и древние греки уже почувствовали наличие некой закономерности, назвали его логосом, да, нусом, ум, разум и так далее, они видели некое, так сказать, рациональное обоснование существования миропорядка, видели? Ну что же, они дураки были, что ли? Ну хорошо, хорошо, давайте, вот девушка во втором ряду. Я уже прочитала книгу, мне показалось, возможно, ну, как бы в большей степени заземлением занимался ваш герой Павел, отец Павел, который, ну, собственно, вера. Она когда-то там требовала какого-то, ну, жертв, да, идти там в пасть льва на кресты, потом служения, запоевать земли, ну, верующих огнем и мычем. Сейчас, собственно, речь идет о том, как уместить Бога в нашу, там, ну, деловую, очень насыщенную всякими делами жизни, да, вот он как бы есть, и так, чтобы он был, но не мешал. Не мешал ходить в Икею. Ну, примерно, да, заниматься делами не мешал, но при этом выполнял какую-то вот функцию, я не знаю, примерял там со смертью, еще как-то... Нормальное утилитарное отношение приказано. Да, то есть, как бы, Павел, он, ну, находит некое личное, правильное и разумное отношение к Богу. А уже следующий герой, мне кажется, вот, психоаналитик, который, как бы, должен заземлять, но он уже настолько там заземлился, что, видимо, из земли пошел, ну, я не знаю, ток, может быть, стер это заземление, ну, и как раз слова в физике. И он-то и совершил чудо в конце книги. Да, и он-то как раз и совершает чудо в конце книги, вот. Ну, это я так и просто... да, вопросов нет, это я вот поделила своими мыслями. Вопрос можно, да? Александр, мне интересно, вот, все понятно, да, наше отношение понятно, книги у каждого свое, вот, мне интереснее больше отношения священников, с которыми ты общался, Матмея, кто заканчивал, ты говорил, что это умные люди, вот их отношение к этой книге, если они... Потому что ты какой-то вот особого священника создал в своей книге, вот их отношение, как они это восприняли, вот... Я еще не показывал. А, вот это будет самым интересным, мне кажется, это самое интересное. Если они математики, то они знакомы с Паскалом. Поплать экземпляров Тихонов-Шевскуновым. Высказывания можем... Ну, я когда ехал сюда, я ожидал чего угодно, но только не такого разговора, который перед нами развернул вот Александр Иванович. Я ожидал, что будет какое-нибудь публицистическое действие, а тут оказалось, Александр Иванович написал книжку целую, и так и прекрасно ее изложил. Не до конца. Ну да, да, чтобы это понятно, чтобы была интрига. Это хорошо. И на самом деле, вот для меня это уже чудо. Вот вы говорите, что нет. А вот то, что вы ее произвели, эту книгу, да, это уже, мне кажется, чудо. Неожиданно абсолютно. И когда я прочитал, что будет такая дискуссия, вот сегодня вдруг мне пришла в голову одна, не то что аналогия, а вдруг я вспомнил, так пришло, что вот есть у нас праздник, да, вера, надежда, любовь, кстати, почти единственные русские имена, которые остались в нашей женской, как это, аномалии, ну, и матери их София. Ну, София меньше, просто, но, да. Вот мы, когда говорим с вами, вот эта София, то есть мудрость, она как бы слишком, действительно, много места, вот говорите, там в мозгу нет такой шишечки. А вот кто-то говорит, почему именно в мозгу? Может, в каком-то другом месте, да? Мы не знаем, где это находится. Ну, то есть вот, я подумал, что вот вера, надежда, любовь, самые простые имена, да, они-то и действительно должны сопровождать человека всю эту жизнь, да. Ну, и чудо тоже, вот я вижу, для меня, вот тем, что вы написали такую книгу, это и есть подтверждение бытия Божьего. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok